В Сызране в единый день вакцинации жители могли сделать сразу две прививки – от ковида и от гриппа. К анонсированию акции среди пожилых людей подключились активисты из разных районов города. Некоторые боятся идти в поликлиники из-за того, что там и здоровые, и больные люди. Сюда приходят только здоровые. Один из пунктов вакцинации разместили в Доме культуры художественной. К информированию населения своего центрального района здешние активисты подошли основательно. За несколько дней до открытия пункта оповещали сызранцев через соцсети и бумажные объявления на улицах. А также обзванивали людей старше 60 лет, чтобы лично пригласить каждого. Это очень важно – сделать прививку. И тем самым люди избегут сильных осложнений и даже смертности. Поэтому желаю, чтобы наши все-таки люди, которые 60+, хотели, донесли мы до них информацию, и чтобы пришли и привелись. Они нам нужны, нашему городу, своим близким. Вакцинация в таких пунктах проходит по стандартному протоколу. Как и в поликлинике, сначала оформляются документы. Затем пациенты осматривают медики. После этого, если нет противопоказаний, делают прививку. Вакцинация – это дело каждого жителя. В каждой семье имеются переболевшие. Поэтому для того, чтобы в нашем городе не было никаких летальных исходов, смертельных, нужно сделать выбор каждому, нужно вакцинироваться или нет. На сегодняшний день в приоритете остается именно вакцинация пожилого населения региона. Люди старше 60 лет после заболевания коронавирусом чаще сталкиваются с осложнениями. А прививка – уберегать человека от них, а также от тяжелого течения болезни. Напомним, в Самаре привиться можно не только в медицинских учреждениях, но и в пунктах массовой вакцинации на базе колледжа Ляпиной и областной библиотеки. Михаил Ермоленко, События.